День неожиданного счастья И реализация, два месяца подготовки Спасибо всем, кто мне очень сильно помог в реализации Все прошло, я бы сказала, на ура Потому что была очень сильная обратная связь Плакали даже родители Дети радовались, хлопали Они не ожидали Понимаете, когда, не дай бог вам это знать Вы лежите под капельницей, вам делают больной укол И тут вдруг приходит святой Николай Приходят ангелы, приходят ряженые И если вы видите, допустим, уши зайца У нас были очень красивые костюмы Это Рюмина, вот сейчас на экране поликлиника Получается, это в сказке Мы уже с ангелочками и с детками ходили Вот Аня Это санаторий Южный Это дети с сердечно-сосудистыми проблемами, заболеваниями Это наш самый первый день В 8 утра мы едем поздравлять детей Если вы видите А это областная Николаевская больница 22 ребенка сказки Собственно, снова Рюмина Это следующий этаж Там 4 этажа И на всех 4 этажах дети получили подарки А это студенты стук Артема Свистуна коллектив Вот это второй день Когда 20 декабря мы ездили Дом ребенка и санаторий Южный Да, сердечно-сосудистые заболевания детками Проект «День неожиданного счастья» заключался в том, что вы помогали безвозмездно деткам, которые находятся сейчас в больницах Да, но мы помогали при помощи небезразличных людей Это губернатор нашей области, наш мэр Юрий Борисович Степанец, Добагян Аркадий Викторович Он нам очень сильно помог, потому что находясь за пределами нашей страны, ну Украины, да, он был в отпуске И в фейсбук он сближает Я написала, говорю, Аркадий Викторович, простите, пожалуйста, очень нужна ваша помощь Он говорит, вы знаете, я этим, он этим давно занимается, у них есть «Хвыля добра» Это всеукраинский благодейный фонд Вот, и он сказал, я буду очень рад, если я вам помогу Насколько отзывчиво люди откликались на ваш зов, чтобы помочь детям Вот вы сказали, что Аркадий Добагян с легкостью и с радостью вам откликнулся Насколько власти? Вы знаете, когда я пришла в ОДА, ну, областную державную администрацию Я поднялась на четвертый этаж, там, где у нас губернаторы, к его команде на прием Вот, то они сказали, Елена, каков сценарий, какова аудитория, для чего это нужно И мне очень понравился вопрос, что мы можем для вас сделать То есть, ну, это было очень приятно, потому что на самом деле, когда ты приходишь, знаете, боишься с какой-то стороны Это был первый мой опыт такой Страх перед какой-то бюрократией Да, был страх, но на самом деле меня очень тепло встретили Я не ожидала, что настолько вот все изменилось, знаете, вот за последнее время Куда бы я ни пришла, что бы я, ну, вот как бы я ни попросила Я просила, знаете, мало, но вот самое необходимое, да, вот то, что надо было Для меня это очень много Что входило в это, мало и необходимое? Ну, смотрите, если говорить о Николаевской областной поликлинике То полностью были оплачены 510 подарков Это упаковочные красивые пакеты, яркие, новогодние Вот, там был святой Николай, зайчики, ну, то есть, как открыточка Он такой был красивый, серебристый Это был бант входил, да, в комплект Огромный такой 100-граммовый пряник, свежайший Это пидлеток, если знаете, на фрунзе Вот, да, цех кондитерский пряник в форме петушка Это символ следующего года Чтобы вы знали, если бы, ну, если хотите, чтобы ребенок был счастлив То нужно дарить символ следующего года Вот мы посчитали с командой, ну, по области, что вот подарим счастье детям Да, открытка, специально была сделана открытка Алексей Юрьевич еще написал очень-таки, знаете, трогательные слова на этой открытке Помните, я приносила образцы? Да, да, конечно Да, вы знаете эти слова Вот, и оставлено было место для того, чтобы ребенок вписал самое-своё, самое сокровенное желание И оно обязательно сбылось Вот, и, конечно же, там еще был сок Вкусный свежий сок от нашей Пепсика, нашей Сандоры, Садочек То есть, спрашивала я у врачей, что можно Ни в коем случае не цитрусовое, а что-то такое нейтральное То есть, все подарки были подобраны по рекомендациям у врачей Да, только с разрешения То есть, чтобы вы понимали, я сначала подошла к Александру Федоровичу за разрешением О таком масштабном проекте Ну, все-таки папа города, надо спросить разрешение Вот, потом мне очень Настя помогла Гаврич, ну, помощник, вот, с Викой И, получается, потом я была направлена к Шевченко Евгению А уже потом к Игорю Борисовичу Степанцу Благодаря которому через здоровье нации Пепсика нам передала соки И он потом мне еще выделил через помощника начальника транспортного отдела Вячеслава Леонидовича Он мне еще выделил для нашего большого коллектива В первый день 19-го у нас вся маршрутка была в подарках Вот, потому что Николаевская областная поликлиника Это 510 койко-мест на минуточку И каждый ребенок получил подарок Каждый, каждый, плюс еще те дети, которые выступали Это сказка 22 ребенка и стук Там было еще 8 человек коллектива, да То есть помимо подарочков была еще какая-то развлекательная программа для детей Я обратилась к Артему Свистуну, спасибо за вопрос Вот, и Артем сказал, что у него есть платформа Это студенты стук И они на благотворительной основе приготовили замечательную историю о Святом Николае Кто он такой То есть Нелли Яровенко с Олей Малерчук дали нам колонку Знаете, так флешку вставляешь и идет музыка громко Вот, она очень нас спасла Потому что мы же не могли в ладоши ритм набивать Вот, и была подобрана студентами замечательная мелодия Вот, там в игровой форме выходил ангел Зайчик, уши которого вы видели Да, и они представляли Выходил рассказчик И они представляли Помните, купец, у него было 3 дочери Да Да, и он вынужден был продать одну Чтобы две могли выйти замуж Приданная, ну все было хорошо Но Святой Николай подбросил Ну как, подарил им, да Подарок И, получается, спас семью от, скажем так Дочери старше от рабства, да То есть еще и рассказали детям интересную историю, показали И вы знаете, дети были настолько тронуты Что вот добродетель, да Вот добро, которое мы делаем Любовь, взаимоуважение И мы потом, на самом деле, мы даже выяснили Что самый первый подарок на День Святого Николая Это было обычное яблоко Мы не знали Мы думали, конфета, пряник Оказывается, обычное яблоко С вами также путешествовал Святой Николай Да, это наш Можно открыть тайну Это наш Павел Деменский Наш Паша Который уже 3 года Благодаря проекту Дома Иколаев, Мыколаев Ну, мой проект является ребенком То есть для поширения, расширения проекта Дома Иколаев, Мыколаев Он к каждому ребенку лично подошел Донес теплые слова Потому что, чтобы расти и стать таким же, как Святой Николай Хорошим человеком, да Нужно что, родителей слушать и хорошо кушать, да Ну и мы были в больницах слушать врачей Детство Николая уже отпраздновало, но Ваш проект не закрылся Продолжается Он продолжает свою работу И необходим еще сбор подарков Для того, чтобы поздравить еще деток Можно, да, обратиться Уважаемые телезрители Я вот знаю Вику Сухопарову Я уже, Вика, знаю, что вы будете нам очень помогать Я обращаюсь к небезразличным людям Потому что новогодняя ночь И, к сожалению, в новогоднюю ночь будет меньше детей Чем вот в обычные дни Но все-таки есть угроза, что детям нельзя быть дома Что они должны быть в поликлинике И я обращаюсь к Вам с просьбой Все, кто хочет и может помочь Нам много не надо Открытки у нас уже есть Нам нужна какая-то сладость Может быть, это вафелька Джек Может, это какая-то большая конфета Но чтобы это было свежее и у всех-всех одинаковое Открытки есть Осталось только упаковочный материал Может быть, яблочко Ну, витамин, правильно? Мандарины ни в коем случае цитрусовые нельзя И, конечно, вот вафелька Конечно, в идеале было бы, если бы опять был пряник, сок Но я понимаю, что сейчас все в хлопотах предновогодних Все, как бы, всех хотят поздравить Семья, дом в первую очередь, родные, близкие Но не забывайте, что чужих детей не бывает И на самом деле, чем мы отличаемся от детей? Тем, что дети искренне верят в праздник, в счастье А мы, взрослые, можем это чудо подарить Как могут связаться небезразличные николаевцы с вами Для того, чтобы действительно помочь Нести какую-то лепту в ваш проект? Ну, смотрите, есть всезнающий, всевидящий фейсбук Вот, я в фейсбуке Елена Диченко Можете мне или в личное сообщение Если мы еще с вами не друзья, то просто написать Как бы обращение Вот, и я тогда обязательно отвечу Или же я в студии могу оставить свои контактные телефоны И вы обратитесь непосредственно, ну или к ведущему, или в студию И сможете со мной связаться Ну что ж, спасибо вам, Леночка Я думаю, что действительно откликнутся все небезразличные николаевцы Потому что делать подарки для детей Это очень важно и это очень хорошее дело Можно я еще скажу Конечно Да, нашей Лиле Заворотней Ну, культуре, да И Юлии нашей Хочу очень сказать спасибо Потому что на Новый год Открою маленькую тайну С нами будет ходить символ года В новогоднюю ночь поздравлять Нам, получается, Юлия Захарова Разрешила взять Любарова Юрия костюм Петуха И у нас уже готовится сказка необычная Так что вот такой вот сюрприз То есть ждут еще сюрпризы наших маленьких николаевцев Мы уже работаем, да Ну что ж, я думаю, что у вас все получится С помощью всех николаевцев Что все подключатся к этому проекту Потому что действительно важно дарить счастье нашим маленьким деткам Субтитры сделал DimaTorzok